Возвращаемся к нашей теме. Первое, с чем мы сталкиваемся, это то, как Иешуа пожертвовал всем. Как Он был готов отдать все, что у Него было, ради спасения человечества. Это все примеры, которые Иешуа оставляет нам примеры, за которыми мы должны следовать. Поэтому мы рассматриваем эти стандарты, которые Он оставил нам. Да, у каждого из нас есть свои личные стандарты. И иногда эти стандарты очень невысокие по сравнению с Божьими стандартами. Второе, второй пример, который Иешуа оставил, Он постоянно говорил о добрых делах для всех. И Он постоянно совершал добрые дела по отношению ко всем, как добрый слуга, смиренный слуга. Учение, ободрение, исцеление больных, утешение тех, которые были в тяжелых ситуациях. И Деяние, 10 глава, 30. И в Деянии 10 главе, 38 стихе, мы читаем, «Как Бог Духом Святым и Силою помазал Иешуа из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Это библейские примеры, которые я вам даю, относящиеся к тому вопросу, который мы разбираем. Что это означает, творить добрые дела, жить жизнь из добрых дел. И Матфея, 8 глава, 1 по 3 стих. Матфея, 8 глава, с 1 по 3 стих. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, кланяясь, ему сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иешуа, простерши руку, коснулся его и сказал, хочу очистись. И в тот же час очистился от проказы. Интересный момент, который вы можете увидеть здесь, в конкретном этом отрывке, что у этого человека, прокаженного, была вера, что Иешуа может его исцелить. Но он не был уверен, исцелит ли его Иешуа. Вот интересный вопрос. «Итак, если ты желаешь, то тогда очисть меня». Он высказал ему свое предположение, что он его может очистить, исцелить. Но он был уверен, но он спросил об этом. И Иешуа ответил. И он простер руку и сказал, да, я желаю. Он желает. Он желает сделать нас целостными, он желает исцелять. И Иешуа в Матфея 20 главе 28 стихе говорит, «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». Это то, в чем я очень сильно уверен и в чем я очень сильно ободряю вас. «Зачем вы здесь?» Почему вы верующие? Это потому, что вы хотите какого-то образа корону себе возыметь? Это для того, чтобы люди просто думали, что вы хороший человек, личность? Для того, чтобы они начали думать, что вы лучше, чем они? Или вы здесь для того, чтобы служить? Абсолютно каждый из нас. Что бы вы ни делали в теле Мессии, или вы раввин, или вы пророк, пастырь, старейшина, целитель или евангелист, апостол вы ли, вы здесь для того, чтобы служить? Служение — это ключевой момент. И Писание говорит, что Он, тот, кто был выше всех, стал слугой для всех. Я очень расстроен, что тому, что в наших церквях и общинах, мы совсем потеряли эту идею служить друг другу. Как многие стали хотеть известности, почтения, чтобы люди смотрели на них. Они более заняты строительством своего личного царства. Я думаю, что те люди, которые будут видеть это видеоучение, станут злыми на меня разозляться. Но это правда, я говорю правду. Что бы вы ни делали в теле Мессии, вы должны делать это ради того, чтобы послужить. Вы превыше всего должны иметь сердце слуги. Если у вас нет сердца слуги, вы далеко вглубь не пройдете в Царствие Божие. Не достигнете. Нам необходимо это понимать. И Ешуа также сказал, что нет большей любви, чем положить жизнь свою за друзей своих. И это Иоанна 15 главе. Ешуа отдал свое время, свою энергию, делал это постоянно. И в конце концов он отдал свою жизнь за тех, кого возлюбил. Он готов был пройти через самые ужасные страдания, а затем и физическую смерть за каждого из нас. И мы из этого можем увидеть, что Ешуа нам преподносит урок и пример Божьей любви что она действует для и служит на отдавание для других. Постоянно отдающаяся. Это постоянная готовность к пожертвованию себя. для того, чтобы мы могли помогать другим. Это совершенная противоположность эгоизму и сконцентрированности на себе. на размышлении только о себе. Обратимся к римлянам, 12 главе, к тому, что там написано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, римлянам, 12 глава, 1 стих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. Первый и второй стих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы должны осознать, что наши жизни даны нам для того, чтобы служить другим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Учитесь любить так, как Бог любит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы можем научиться, как любить Бога и как возлюбить других людей по библейским примерам, которые есть в Писании. И в первом Иоанна, пятая глава, третий стих. Третий стих. Ибо то есть любовь к Богу, что мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бог показал нам, явил нам свою совершенную любовь к нам через то, что дал нам свои заповеди, свою Тору, свой закон, свои приказы, все Писание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А мы показываем Богу свою любовь к Нему, являем ее через послушание этим заповедям, законам и инструкциям. И первые четыре заповеди из десяти говорят о том, как мы должны любить Бога. И следующие шесть заповедей из десяти говорят о том, как мы должны возлюбить тех, кто нас окружает. И абсолютно все следующие законы и заповеди в Писании, они объясняют, как исполнить эти десять заповедей. И в Псалме сто восемнадцатом девяносто седьмой стих говорится, «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Также научиться Божьей любви мы можем из нашего пребывания и общения с другими верующими в теле Мессии. Настоящие верующие любят всех людей. И также у них есть особая любовь друг к другу. И в первом Иоанна, третьей главе, с четырнадцатого по восемнадцатый стих. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною». И этот отрывок заканчивается стихом, где говорится, станем любить не словом или языком, но делом и истинною, то есть нашими поступками. Иешуа говорит достаточно ясно, что мы можем явить свою любовь к Богу, проявляя милость и любовь к тем, кто окружает нас, к нашим братьям. И Матфея 25, стих 40, говорит вот что нам. Матфея 25, 40. И царь скажет им в ответ, «Истинною говорю вам, так как вы сделали этому, это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». И также посмотрим опять в 1 Иоанна, 4 главу, 20-21 стих. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Господа, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Вы просто не можете говорить, что вы любите Господа, а потом говорить, что кого-то не любите из ближних своих братьев или сестер. Первая апостольская община была явным таким хорошим примером братолюбия. Это можно увидеть в Деяниях 2-47 стих. Деяния 2, 41-47. «И так охотно принявшие Слово Его крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостола, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостола в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви». Я очень часто размышляю о том, что мы потеряли то видение, какой на самом деле должна быть церковь или община. Множество книг можно прочитать о том, как строить, создавать церковь, общину, умножать. И я прочитал достаточно много из них. И я заметил, что многие из них просто основаны на бизнес-практиках. А у нас здесь описан идеальный пример, совершенный пример в Писании, «Как должна выглядеть церковь или община?» И как же она должна быть какой? Они верно, они постоянно пребывали в учении апостолов. Они были в общении друг с другом. Они преломляли хлеб вместе. Они помогали друг другу. Они любили друг друга. И они также участвовали в преломлении хлеба и молитве вместе. Здесь перечислены ключевые элементы того, какой должна быть общиной церкви. И также здесь написано... И также страх был на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось. Все, кто тогда смотрел на церковь, на общину, они задавали, «О, что здесь происходит? Посмотрите на этих людей. Посмотрите, как они общаются друг с другом. Как они помогают друг другу. И помимо того, что они друг другу помогают, они другим людям помогают. Они помогают вдовам, сиротам. Где, где и где находится эта первоапостольская община сегодня? И много чудес и знамений совершалось тогда. Почему? Я думаю, что потому, что они исполняли эту заповедь любить друг друга. Они давали, получали хорошее учение. И дальше говорится о том, что в 44 стихе все же верующие были вместе и имели все общее. Мы чаще всего говорим, «О, это мое!» и следим. Чтобы никто не взял мою драгоценную-драгоценную Библию. Или что-либо, что у вас есть. Это мое. Правда? Мы так живем. Все, что вы имеете. И я имею в виду, что абсолютно все, что вы имеете, вы имеете, потому что Бог позволил вам это иметь. Это включает одежду, которой вы одеты, обувь, которая на ваших ногах. Квартира или дом, в котором вы живете. Все вы это имеете, потому что Бог позволил вам это иметь. Да, согласитесь вы, но я так тяжело работал, чтобы это иметь. И я заплатил бешеные деньги за мой любимый айфон. Нам необходимо изменить образ нашего мышления. Мы, к сожалению, слишком становимся похожими на окружающий нас мир. А здесь Писание нам ясно говорит, они продавали все. Я хочу вам сказать, что как только Бог меня призвал в служение, я отдал абсолютно все, что я имел. Мы с женой только поженились на тот момент. У нас была красивая новая машина. И у нас было много подарков и вещей, которые люди подарили нам после свадьбы. Мы отдали абсолютно все. Я подарил свою машину новую. Это правда. Это правда. Потому что Бог призвал меня, и я сказал, я хочу полагаться на Тебя, Господь. И в 45-й стих говорит нам, «И продавали имение и всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Где вы можете это увидеть сегодня? Где вы увидите людей с таким сердцем? Это была первоапостольская община. Я слышу иногда проповедники говорят, «Вот если бы мы вернулись в первоапостольскую общину, а сами они разъезжают на Мерседесах, БМВ и имеют шикарные особняки. И, простите, но у меня проблема в том, чтобы поверить, что они на самом деле хотят вернуться к отношениям первоапостольской общины. Простите, ребята, я не хочу сильно много критиковать, но они продолжали быть вместе, они встречались, они преломляли хлеб, они разделяли еду в радости и простоте сердца. не со скривленными физиономиями, которые вынуждены кого-то принять в своем доме и поделиться мясом и обедом. Они делали это с радостью. Просто замечательно. Все братья и сестры пришли и съели всю мою еду. в простоте сердца, славя Господа, имея уважение. И день за днем Господь прилагал спасаемых к ним, прилагал спасаемых к церкви. Если вы хотите увидеть спасенных людей, если вы хотите измененный город этот увидеть, тогда вам нужна община, вот как это было. Тогда вы будете удивлены тому, что произойдет. И мы можем прочитать Деяния, 4 глава. While they were still praying, the place where they were gathered was shaken and they were filled with the Ruach HaKodesh and they spoke God's message with boldness. Какие? What's the verses? 31 to 37. Деяния, 4 глава, 31 стих. 4, 31 to 37. Acts chapter 4, 31 to 37. С 31 по 37 стих. И по молитве их поколеблось место, где они были собраны, исполнили все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же великою силой свидетельствовали о воскресении Господа Ишуа Мессии, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавую, что значит сын утешения, Левит родом Киприанин, у которого была своя земля, а продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Ишуа сказал, любите друг друга, что любовь друг к другу будет... Самое явное, что может быть, это быть любовь друг к другу, подтверждающая, что они ученики Ишуа. Плод Духа Святого это любовь. Не поймите меня неправильно здесь. Первоапостольская община была рождена от Духа Святого. Это то, что человеческими усилиями не может произойти. И это не может произойти от ваших личных желаний или от ваших личных усилий. Это должно быть рождено от Духа Святого, от Божьей работы в вас и через вас. Это должно начать рождаться внутри вас, чтобы потом производить все это. Это вот почему вы нуждаетесь в Его Духе Святом. Если у вас есть внутри Дух Святой, тогда вы будете жить так, и тогда все это будет происходить так. наше человеческое усилие никогда не произведет такую любовь. Если вы будете ведомы Духом Святым, это возможно. И Павел говорит о том, что это любовь, нисходящая от Духа Святого. Итак, Римлянам, 15 глава, 30 стих читаем. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим, мишой Мессии и любовью Духа подвязаться со Мною в молитвах за Меня к Богу». Второе Тимофея, первая глава, седьмой стих. «Ибо дал нам Бог Духа, не боязни, но силы и любви, и целомудрия. Это те вещи, которые Дух будет производить в вас. И это сделает вас способными производить, совершать, делать даже больше и больше того, что вы можете представить. молитесь, чтобы этот Дух жил в вас, чтобы этот Дух освободил и сделал вас свободным в ваших сердцах и разумах. Ваш разум и сердце было свободно». И Галатам он пишет, «Пятая глава, первая стиха». Начинается… Простите, не с первого стиха, а с 23 стиха. С 22 стиха. И первое, что тут перечислено, это любовь и все остальные части одного плода. Любовь возглавляет этот список, потому что это первое и наиважнейшее. также оно включает все остальные аспекты одного этого плода Духа. Но оно все рождено от этой любви. И ключевой момент, как мы можем взаимодействовать так с Духом Святым, это в Деяниях. Вторая глава, 38 стих. этот Дух в вас? Как он остается в вас? Петр же сказал им, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Ишуа Мессии для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Кто-то из вас не знает правила о мобильных телефонах, о том, что если зазвенит телефон, он становится моим. На первый раз будет явлена благодать, на второй раз телефон будет моим, поэтому, пожалуйста, вибро включите. Итак, Петр сказал им, «Покайтесь, повернитесь к Господу и каждый пусть будет погружен во имя Ишуа Мессии для прощения грехов и тогда вы получите дар Святого Духа». Вот это уже его телефон. Грех в вашей жизни будет самым большим препятствием для работы Духа Святого. Грех в вашей жизни будет большим препятствием для работы Духа Святого. К чистоте и святости вот к чему он призывает нас. И даже более в нынешние времена. тогда, тогда как мы максимально не взаимодействуем, а отвлекаемся на этот мир. Он влияет на нас. в Римлянам 5 стих. И римлянам 5 стих наши Духом Святым, данным нам. Мы с вами начинаем с маленького кусочка любви, но Бог призывает нас возрастать, пока у нас не будет достаточно любви. если вы посмотрите в Римлянам 5 главу на предыдущие стихи до 5 стиха, вы увидите шаги для возрастания, которые возможны нам через Божью любовь и посредством Его Духа. посредством Его Духа посредством Его Духа Святого. Бог дает нам постоянный полагаться на Его любовь. What love? Бог дает нам постоянный лимитированный любовь. У нас с вами лимитированная любовь. Бог через Духа Святого дает нам источник нелимитированной любви, доступ к нелимитированной любви. У Него нет никаких препятствий, у Него нет никаких лимитов. Поэтому через Дух Святой Он дает нам доступ к источнику нелимитированной любви. Он продолжает Он постоянно наполняет наш колодец, для того, чтобы у нас было достаточно для тех, кто жаждет. Как говорит Писание о том, что те, кто полагаются на Меня, будут иметь источники живой воды внутри себя. Господь будет продолжать изливать любовь Свою в вас, если мы ее будем продолжать отдавать. Мы должны позволить ее вернуться, проистечь нашей любви обратно к Богу. Мы должны быть благодарны Богу за то, что Он делает в наших жизнях. Чем больше вы отдаете, тем больше у вас будет. И чем больше вы возлюбите других, тем более явленно любви к вам будет. как мы можем любить в ненавидящем мире? Когда Павел писал Галатам, он предупреждал о том, что мир будет мешать им проявлять любовь друг к другу. Итак, в Галатам 5 главе с 13 стиха. Галатам 5 глава 13-15 стиха. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу, ибо вся тора в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». В тот конкретный отрезок времени те верующие в Галатах были больше подвержены делам плоти, чем плоду Духа. Были распознаны более как творцы дел плоти, чем плод Духа имели. Сегодня окружающий мир еще хуже. Эгоизм между нами стал очень сильным. Павел писал 2 Тимофея 3 главу с 1 по 5 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны и неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники и невоздержаны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Какой списочек перечислен. Но, к сожалению, это реальность, правда? Когда вы смотрите вокруг сегодня, мы с вами по-настоящему в последние времена. И это очень ясное описание того мира, который нас сейчас окружает. Но в конце тут кое-что написано, не пропустите этот момент. Таковых, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Достаточно много подобного в церквях сегодня, которые, к сожалению, реагируют подобным образом, как перечислено в этом списке. И в итоге перечисляется весь этот список, и в итоге говорится, что это верующие. Что они ходят на служение, и они выглядят так, как будто они следуют за Ишуа. Но они отреклись всей его силы. И в Матфея, 24 главе, 12 стих, Ишуа говорит, «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Если вы отдаляетесь от Слова Божьего, если Слово перестало быть вашим направляющим, если Слово Божье не живет в вас, а вы не живете Словом, тогда ваша любовь охладеет. И я вижу это вокруг. Люди удаляются от истины, которая написана в Слове. И вокруг мы видим злость, пренебрежение, жестокость. Гораздо больше разрушенных сердец и одиночества, чем настоящей любви вокруг. И второе возвращение, второй приход Ишуа, возвращение Ишуа, оно будет как исполнение пророчества, которое написано в Иезекииле. И в который главе? 36 глава, 26 глава. глава Иезекииля, 26 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». К сожалению, я считаю, многие в церквях необходимы новое сердце. Нам очень много операций по замещению сердца надо. Нам надо осознать, что в этом мы нуждаемся, что наше сердце должно быть настроено на одну волну с Божьим, что мы должны быть светом любви посреди тьмы. Господь спрашивает нас, Он призывает нас, а мы должны Ему ответить. Господь желает, чтобы мы делали кое-что, и мы должны отвечать. Всякая настоящая любовь о нас нисходит от Господа. 1 Иоанна, 4 глава, 19 стих говорит нам, «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Господь, Он ведущий в этих взаимоотношениях, И Он хочет утвердить эти взаимоотношения с нами. И Божий призыв, Он как предложение о супружестве. И это вопрос в нас ответить взаимностью через подчинение нас Ему. Если мы делаем это, Господь возлюбит нас вечно. И Он вечно будет наполнять нас Своей любовью. Когда Божьи люди, когда Божий народ позволяет быть ведомым Божьим Духом, тогда этот народ способен принести плод и много плода через этот Дух Святой. Все аспекты, включающиеся в себя в плод Духа Святого, первый и важнейший — это любовь. И начинается все с любви. Сегодня мы заканчиваем здесь. Абсолютно, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok